Здравствуйте уважаемые друзья и гости моего канала. Сегодня мы с вами поговорим о дрожжевой подкормке. Я думаю многие из вас слышали такое выражение растет как на дрожжах. Это выражение относится к обычным дрожжам, вот таким пекарским, из которых мы печем хлеб, пироги и так далее. Дрожжи это грибы, но грибы очень полезные для наших растений. Это хороший стимулятор роста и источник полезных бактерий. Опыт многих садоводов и огородников с годами показал, что растения подкормленные дрожжами увеличивают число корней в несколько раз. А где активный рост корней, там идет рост мощной и здоровой зелени. Растения становятся крепче и выносливее. Дрожжевая подкормка полезна для всех овощей, земляники и цветов. Готовится дрожжевая подкормка очень легко. Следующим образом. Берется половины пачки вот таких дрожжей прессованных. Они продаются в любых супермаркетах. Берется пятилитровая бутылка теплой воды комнатной температуры или даже температуры вашего тела не больше, чтобы дрожжи не сварились. Дрожжи ломаются на мелкие кусочки и бросаются в эту бутылку. Бутылку, пожалуйста, до верха не доливайте, так как это у нас будет своеобразная брашка. Кроме того, сюда мы добавим 5 столовых ложек сахара. Вот так, 5 ложек, можно 6 ложек столовых. Быстрее будет бродить. Далее, что мы делаем. Закручиваем бутылку. И вот таким образом взбиваем. До той поры, пока не разойдутся наши дрожжи. Как только вы видите, что дрожжи разошлись, поставьте ее на солнышко. Буквально на 1 час. Чтобы наше дрожжевое удобрение не вырвало крышку в процессе брожения, нужно крышечку слегка прикрутить на бутылку, чтобы лишние газы могли выходить. Плотно ни в коем случае не закручивайте, потому как процесс брожения может разорвать бутылку. Вот так, слегка. Поставьте ее на солнышко. Когда пузырьки поднимутся доверху, долейте водой комнатной температуры, размешайте, все ваше удобрение готово. Используют его только на политую почву вечером. Например, вы приехали на дачу, пролили огород, солнышко село, затем берете 1 литр готового дрожжевого удобрения, разводите на одно ведро воды и поливаете уже политые заранее растения. Поливаете так, чтобы ни в коем случае не попало на стволы, например, томатов или огурцов, под корень. Что дает такое удобрение? Оно увеличивает в несколько раз урожай огурцов и кабачков, защищает растения от болезней. Морковь и свекла, политые дрожжами, получаются очень сладкими, а также исчезает серая гниль. Но обязательно запомните, что нельзя использовать дрожжевую подкормку для картофеля, лука и чеснока. Такая подкормка проводится один раз в две недели, но не более пяти раз за сезон. Хороших вам урожаев, дорогие мои подписчики! После того, как вы польете, дня через три вы увидите, как растения стали более мощными, листва более зеленые, они на самом деле начинают расти, как на дрожжах. Всего вам хорошего!